Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 35. Он в чем-то повторяет идею первого псалма. Кстати, лекции наши в отношении толкования первого псалма вы можете найти на портале экзегет.ру. Начинаются первые и 35-е псалмы описанием нечестивых, а затем утверждением, что путь нечестивых погибнет. Беззаконники не зринуты и не смогут встать. В заголовке 35-го псалма Давид назван слугой Господним. Это же выражение встречается и в предыдущем псалме, авторство которого традиционно ассоциируется с царем Давидом. Псалом 35-й показывает, что наряду с праведниками в мире сосуществуют нечестивые, у которых нет страха Божия, однако верующим людям они не страшны, поскольку их охраняет милость Божия, простирающаяся до небес. Благость Божия проявляется в том, что он не только заботится о теле человека, дает тень во время зноя, пищу от своих щедрот и уталяет жажду, но и душе – свет знаний правды Божией. Благодаря милости Божией можно с уверенностью ожидать поражения гордецов и беззаконников. Таково основное содержание псалма, а теперь давайте посмотрим подетальнее его стихи. Второй, пятый стихи псалма. Они пересказывают греховное утверждение какого-то злого человека или, возможно, группы лиц. Здесь, как и в других псалмах, речь идет о тех безумцах, которые сказали в сердце своем «нет Бога». Грех ослепил грешника и перед Богом, и перед его собственной совестью. Гордость и злоба у такого человека идут бок о бок. Они подталкивают его ко лжи и революционным заговорам. Развитие греха в таком человеке прослеживается в следующих словах. «На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом». В пятом стихе мы отчасти угадываем ту же трехчастность, что и в первом псалме. Когда человек не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей и не делает зла. И тут та же трехчастность. Он не должен задумываться о злом, не становиться на путь зла и не делать зло. Так должен поступать человек. Но здесь мы видим обратную характеристику, что, к сожалению, есть те недобрые люди, у которых грех нашел свое развитие. Итак, 35-й псалом описывает контрастный портрет нечестивого, который противоположен праведнику, размышляющему о законе Божьем день и ночь. Стихи 6-й, 10-й. Нечести человека, потерявшего страх Божий, резко идет контраст с описанием безграничной благости Божьей. Псалмопевец сравнивает черты благости Божьей с размерами самого мира, с самыми большими объектами, которые человек того времени способен был только себе представить. Так милость, буквально по тексту любовь, простирается до небес. Истина, по-другому верность, до облаков. Правда, справедливость, по высоте подобна горам, а судьбы, буквально суждения Божьи. Они глубоки и бездонны, как сама бездна. И тут мы видим тоже некую характеристику. Итак, нечто безграничное, любовь Божия, простирается до небес, до облаков, выше гор, глубже, чем самое бездонное море. Другими словами, любовь Божия, она больше, чем что-либо, что человек только может себе представить. Безграничная любовь Божия простирается и на мир людей, и на мир животных. В святоотеческой письменности, в стих 7-го псалма, он толковался еще двояко в отношении людей. Итак, процитирую. «Человеков и скотов хранишь ты Господи». Так вот, святые отцы нередко говорили, что благость Божия простирается как на людей праведных, которые называются здесь человеками, так и на нечестивых, которые уподобились скотам. Как бы мы ни толковали этот стих, любовь Божия безгранична. Мысль псалмопевца переходит от одной аналогии к другой. От широких крыльев птиц к щедрому хозяину, который дает еду и питье от избытка своего дома. Затем к Богу, источнику света и жизни. Как в Евангелии буквально от Иоанна. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Необъятный свет по Евангелию от Иоанна – это то, о чем намекает автор псалма, говоря о необъятной Божьей благости. Источник жизни. Это выражение, оно звучит эхом, рефреном на повествование о саде Эдемском, в котором текут прекрасные реки. «У пророка Иезекииля живая вода начинает течь из-под порога храма, а под откровению Иоанна Богослова светлая, чистая река воды жизни исходит от престола Бога и Агнца. И дальше, если мы посмотрим на библейское богословие, то по 4 Евангелию мы увидим, что приглашает к себе, как источнику жизни Иисус, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Стихи 11-13. По апостолу Павлу нечестивость, точнее по греческому тексту, это неверие. Атеизм стоит рядом с несправедливостью. Неверие – категория религиозная, а несправедливость гражданская, то есть отсутствие правости в жизни, порядочности. Псалом предлагает противоположную параллель. Правота сердца, честность, порядочность идут вслед за познанием Бога. Это неудивительно, поскольку любовь Божия идет рядом с его справедливостью. Принимая этого внимания, автор псалма просит Бога продемонстрировать неизменный характер его любви. Нога и рука по 12 стиху – это главное орудие тела в единоборстве с противником, который по гордости своей способен к внезапному нападению. Притом мы видим здесь, какие яркие образы. Наступит буквально на горло нога гордыни, что предполагает борьбу и побеждение противникам побежденного. Псалмопевец словно возвращается к характеристике беззаконного человека, данного им в первых стихах этого псалма. 13 стих, как и многие пророчества, изображает грядущий Божий суд. Псалмопевец глазами веры словно уже предвидит падение врагов. 61-й псалом уподобляет такое падение нечестивых, их незриновение, наклонившееся стене, которое, конечно, после падения никак уже не может подняться. Она разбивается в дребезги. Блаженный Феодорит намекает на то, что ставшие на путь погибели в какой-то момент уже не смогут переменить свою участь. Ибо, цитирует он 6-й псалом, «В смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто же будет славить тебя?» Описание нечестивого беззаконника может вполне согласовываться с тем предвзятым отношением к Давиду, который испытывал по отношению к нему Саул. Однако издревле различные толковники видели за конкретной личностью образ всякого воспитанного в злобе человека, который обманывает сам себя, льстит себе в глазах своих, и уже не просто размышляет или предполагает, но говорит неправду и лукавство. Расширительно данный псалом содержит учение о повреждении всего рода человеческого и о спасении его явлением беспредельной милости и правды Божией в лице Иисуса Христа. «Христос просвещает всякого человека, приходящего в мир. Сам побеждает зло, дает силы всякому верующему для борьбы со грехом и насыщает божественным учением и вкушением таинственной снеди, то есть Евхаристии». Слова «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет, продли милость твою к знающим тебя» вошли в состав великого словословия православного богослужения. А сам 35-й псалом читается за богослужением утренней в составе шестопсалмии. Продолжение следует...